своеобразие и круг философских проблем своеобразие и круг философских проблем ну то есть в этом билете мы скажем чем вообще занимается философия какие вопросы на рассматривают какие области вообще все философские проблемы имеет очень важное мировоззренческое значение для человека о том что такое мировоззрение можно ознакомиться есть видео отдельно снята на эту тему изучение вот всех этих вот философских проблем позволяет человеку более эффективно ориентироваться в каких-то конкретных жизненных ситуациях например когда человек влюблен когда он занимается поиском смысла жизни когда он не знаю там задумывается об истине о религии то есть какие-то такие базовые мировоззренческие вещи изучает философия опираясь на который человеку будет легче жить легче жить потому что него порядок просто в голове настанет наступит в большинстве своем сколько мне приходится общаться с людьми да я сам такой же был до изучения философии которая реально перевернула мою жизнь в плане в голове все перевернуло не то что там как бы произошло что-то такое сверх пупер-пупер просто в каждой голове из кучи информации куча мыслей на тему там о жизни о любви зачем вообще все эта жизнь нужна и так далее какие-то свои догадки по этому поводу свои мысли и вот эти все мысли они разрозненные были они как попало они друг они независимо друг от друга в голове существовали и был такой бардак каша и вот когда изучаешь философию а философия очень въедливо все раскладывает по полочкам то и у тебя в голове наступает вот на полный порядок ты знаешь как бы все мысли в каждой своей ящике кому доложатся на если представить что кому-то голова то в общем философские проблемы имеют важное мировоззренческое значение для человека их изучение позволяет просто ориентироваться хорошо в конкретных жизненных ситуациях все вот эти философские проблемы которые да изучает философия они вечные из столетия в столетие они воспроизводятся в одном и том же виде это как бы второй пункт да у нас почему в одном и том же виде ну например как тысячу лет назад задумывались вообще что такое жизнь что такое бытие каково вообще место человека в этом мире зачем те же вопросы остались сейчас спустя там я не знаю сколько лет и будут еще мне кажется воспроизводится эти проблемы потому что для человека они не раз неразрешимы и вот философы пытаются объяснить абсолютное что такое сверхразум например да но объяснить это нельзя потому что это нельзя пощупать это недоступно пониманию такое стремление вечное к абсолюту своеобразие проблем да философские проблемы имеют важное мировоззренческое значение философские проблемы вечные которые приходят из столетия в столетие проходят воспроизводится не потому что они для человека неразрешимы вот философы пытаются объяснить абсолютное так это своеобразие какой же круг философских проблем ну как уже можно догадаться что философия очень емкая наука и она занимается изучением очень проблем ну по сути всего человечества всего бытия но умные дядьки философы разделили все эти проблемы на 4 блока то есть круг философских проблем они разделили на 4 блока вот эти блоки лучше запомнить первый блок антология второй блок гнисиология и третий блок 3 4 очень созвучны этика и эстетика еще раз антология гнисиология гнисиология этика и эстетика сейчас мы с вами поговорим о каждом из них пошире чтобы понять да итак первые первая первая проблема бытия это антология первый блок философии антология что такое антология это учение о бытии вообще в принципе все что касается бытия человеческого бытия и не бытия материю здесь изучают природу общество человека сознание как особого региона бытия все что касается бытия возникновения апокалипсис куда мы движемся это общество куда движется куда все то есть все что касается бытия антология через о он-то-логе это первый блок философских проблем второй блок гнисиология гнисиологии я гнисиология вообще это учение о познании о тех методах с помощью которых происходит познание так гнисиология учения о познании о методах здесь а б в г д раз два три четыре пять пунктов гнисиологии изучает гнисиология проблемы социокультурной детерминации тоже можно запомнить социокультурная детерминация социокультурная детерминация звучит по моему даже красиво социокультурная детерминация что это такое социокультовная детерминация. Это обусловленное сознание различными факторами. То есть, в какой человек, в какой среде человек растет, это напрямую влияет на его сознание. То есть, какой у него язык, какой-то язык глубже, какой-то вообще иероглифичный язык. Все это влияет. В какой нации человек принадлежит. Тоже влияет на сознание человека. Экономическое положение какое, психологическое положение у человека. И так далее. То есть, это напрямую влияет на сознание. Поэтому, глядя на человека, примерно понимая, в какой языковой группе он относится, к нации, в каком экономическом положении, и так далее, уже можно примерно представить, иметь представление о его сознании, что там у него в сознании, как он смотрит на этот мир. Это первый пункт гнисиологии. Далее она изучает виды, уровни и формы познания. виды, уровни и формы познания, гнисиология. Так, 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 давайте скажем, какие, что такое виды, какие уровни и какие формы. Ну, какие формы познания у человека есть, да? Человек это, не помню, кто из философов говорил, имеет, не имеет границ внутри, человеческая душа, да, и он мыслью может быть где угодно, он может мыслью человек быть, он свободен, он бесконечно свободен своей мыслью, да, своей душой. Вот. Но он катастрофический человек, катастрофически ограничен своим телом. За рамки этого тела он выйти не может. Вот такая двойственность. И вот этот мир, в котором он живет, вот это бытие, человек познает только при помощи, там, ощущения, восприятия, да, то есть то, что он может потрогать, увидеть, услышать, осизать, да, покушать, рецепторы. И это так мало. Этот мир, вот бытие, оно же очень огромное, очень многие звуки человек не воспринимает. Он их не может слышать. Например, там, писк летучих мышей или там дельфины, тоже какие-то высокочастотные звуки издают, которые человеческое ухо просто не может услышать в силу своей физиологии. Вот. Также и цвета, спектр цветовой. Мы видим только там, каждый охотник желает знать, да, красный цвет. То есть какие-то определенные цвета мы видим, но еще, но не видим огромное количество цветов, которые в этом спектре стоят до и после, да. виды познания, какие бывают у нас мифологическое, религиозное, мы говорили, философское. Ну, их-то много на самом деле. У нас тогда основные мировоззрения перечислили. Но есть еще там медицинское, какое-то там научное познание, химическое познание, да. уровни познания какие бывают. Чувственное, то, что мы можем почувствовать руками, да, потрогать. Рациональное, то, что мы делаем умозрительно, умом. умом доходим, да, умом изучаем познание, уровень познания может быть интуитивный. Вот, интуитивный. Так. Чувственное, да, мы уже говорили, это органы чувств, рациональное, понятие, осуждение. Так, 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 так. Гнисиология еще занимается методологией наукой о методах познания. Какие же у нас методы познания, там, давайте вспомним, эксперимент, там, опрос, наблюдение и так далее. Но это можно прямо отдельно загуглить, методы познания научного и так далее. Также гнисиология занимается взаимодействием объекта и субъекта в процессе познания. Взаимодействие объекта и субъекта. Объект и субъект в процессе познания. Ну да, как взаимодействовать между собой, там, например, ученый и та вещь, которую он изучает. Также гнисиология, что интересно, изучает истину и ее критерии. Истину и ее критерии. Так, антология учения о бытии, гнисиология учения о познании и методах познания, да, в том числе и истина. Это второй, третий блок у нас антология гнисиологии, третий блок у нас философских проблем это этика. Этика это учение о морали и нравственности. Ау! Иди, выйди, так, кузбить пришел. Скажи, что где тут в магазин. Я сейчас наругаюсь. Так, антология гнисиология, антология учения о бытии, гнисиология учения о познании и методах. Проблемы социокультурной детерминации, виды уровни формы познания, методология наука о методах, взаимодействие объект с объект изучают истинные критерии гнисиологии. Так, теперь этика. Этика это учение о морали и нравственности. Мораль. Учение о морали и нравственности. Сейчас скажем, что такое мораль и что такое нравственность. Вот, у нас мораль это совокупность нравственных идеалов, которым стремится человечество. Мораль это совокупность нравственных идеалов, которым стремится человечество. Где где нравственность – это конкретное историческое наполнение этих идеалов. То есть нравственность у нас привязана ко времени, а мораль – это совокупность нравственных идеалов. Тоже и мораль привязана ко времени. То есть на каком-то этапе времени у человека складывается суждение, даже в обществе складывается суждение о том, каким должен быть человек. Человек должен быть добрым, человек должен обязательно создать семью, обязательно родить 10 детей, обязательно иметь корову, гусей, уток и так далее. То есть это такие скользящие понятия, которые меняются от времени. Еще раз, этика. Третий блок философских проблем – это этика. Учение о морали и нравственности. Мораль – это совокупность нравственных идеалов, к которым стремится человечество. Нравственность же – это конкретное историческое наполнение этих идеалов. Так, занимается также этика проблемами, такими как смысл жизни, свободы, любви, ненависти, добра и зла, справедливости, равенства. Этика. Учение о морали. Какими они должны быть? Этим занимается этика. Так, и последний блок у нас, четвертый – эстетика. Эстетика. Эстетика у нас – учение о прекрасном. Эстетика – учение о прекрасном. Какие, чем она занимается, эстетика? Что изучает? Соотношение прекрасного и безобразного, и трагического, и комического, добра и зла. Эстетической деятельности. Что можно отнести к эстетической деятельности? Кино, живопись, скульптура. Итак, эстетика – учение о прекрасном. Занимается проблемами соотношения прекрасного и безобразного, трагического и комического, добра и зла, эстетической деятельности, такие как кино, живопись, скульптура. Так, теперь кратенько выводы. Своеобразие круг философских проблем. Философские проблемы имеют важный мир. Это своеобразие. Философские проблемы имеют важное мировоззренческое значение для человека. Философские проблемы вечные, которые переходят из столетия в столетие в неизменном виде. А потому что они... Почему они переходят из столетия в столетие? Потому что они для человека неразрешимы. На каждом этапе историческим философы пытаются объяснить их и так далее. Весь круг философских проблем можно разбить на четыре блока. Антология, гнисиология, этика, эстетика. Антология, учение о бытии. Гнисиология, учение о познании и о методах. Также она изучает истину ее критерий. Этика, учение о морали и нравственности. Эстетика, учение о прекрасном.